Здравствуйте! В эфире программа «Самое время» и с вами ее ведущие Полина Хохлова и Алика Гасимова. Новости Петербурга глазами студентов Высшей школы журналистики. Сегодня в выпуске. Скоро Новый год. Петербург заряжается праздничной атмосферой. Центром притяжения миллионов людей стали Никольские ряды. Сувениры, угощения и зимние забавы для всех желающих. Другие берега. Владимир Набоков и его ностальгия на выставке авторских кукол Александры Кукиновой. Память легендарного писателя, пронесенная через века. Вторая жизнь новогодних подарков. Почему настоящая елка лучше искусственной? Как устроить праздник и сберечь окружающую среду? От таракана до верблюда. В Петербурге прошла самая необычная выставка домашних животных. Как жюри выбирало лучших представителей своего вида и какие зверюшки нашли своих хозяев? Мороз и солнце. День чудесный. Самое время заряжаться новогодним настроением. В центре города открылись Никольские ряды с красавицей елкой, горячим какао и ледяной горкой. Петербуржцы, не боясь холода, отправляются сюда целыми семьями, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Анастасия Маханева узнала, какие сюрпризы ждут вас на Садовой улице и почему это место пользуется такой популярностью. Вот и пришла зима. Но с некой холодной погодой не повод сидеть дома. Мерцающие огни, горячий чай, ледяная горка и, конечно же, красавица елка – вот главные атрибуты новогоднего праздника. Все это вы можете найти в Никольском дворе. Именно здесь можно почувствовать уют старой Европы, соседствующей с домашней атмосферой города. Очень красивая иллюминация. И люди радостные такие. Но вам здесь нравится? Несмотря на то, что холодно, вы все равно пришли в пучку? Да, да. Почти в каждом киоске есть бунтель. Вот гардрог-кафе не очень вкусный. Будем пробовать дальше. В этом году вход для всех желающих свободный. Однако организаторы напоминают о важности соблюдения карантинных мер даже на открытом воздухе. Посетителям доступна рождественская ярмарка, где можно попробовать не только блюда различной кухни, но и прикупить сувенир. Самым популярным местом здесь является Никольская горка. В этом году на нее добавили дополнительную полосу. Несмотря на плохую погоду, сюда все равно приходят большими семьями, чтобы получить положительные эмоции. Высота горки составляет примерно 12 метров. Благодаря особому покрытию прокатиться можно в любую погоду. Для удобства гостей здесь работает аренда ватрушек. Также на территории комплекса располагается карусель, на которой может покататься любой желающий. Я на самом деле только ради горки сюда пришла, потому что в прошлом году я увидела вообще эти Никольские ряды в первый раз. Я мечтала попасть. Думаю, ура, наконец-то. Поэтому горка – это вообще главная цель. Несмотря на погоду, желающих посетить Никольские ряды очень много. Сюда приходят целыми семьями, с друзьями и даже с домашними питомцами. Комплекс не оставляет равнодушным никого. Мы решили выйти. Отвлечься немножко от учебы и в преддверии Нового года выйти куда-нибудь погулять. В новогоднее настроение себе. Вам нравится здесь? Да, очень нравится. В первый раз тут. Если вы еще не придумали, как провести праздники, то можете смело отправляться в Никольские ряды. Здесь вы почувствуете новогоднюю атмосферу и точно останетесь довольны. Анастасия Маханева, Евгения Легостаева. Самое время. В Новый год количество мусора увеличивается на 25%. Поэтому люди должны намного ответственнее подходить к организации праздника. А вы задумывались, сколько стоит планете наше стремление нарядить елку и завернуть подарки в яркую упаковочную бумагу? Можно ли обойтись без этих привычных атрибутов и не потерять ощущение сказки? Ответы на эти вопросы искала Анастасия Соловьева. За этот год мы стали жить осознанно. Мы научились не покупать лишнего, сортировать в мусор. Но тут наступает новогодняя пора. Количество отходов в мире увеличивается на 25%. Новый год – это праздник, после которого остается очень много отходов. Оберточная бумага, блестки и конфетти, пустые бутылки и сгоревшие остатки фейерверков. А еще недоеденная еда и пластиковые символы года. Как любят говорить журналисты – пушистые красавицы. Мне не нравится тот факт, что для праздника собирают настоящее дерево. И это улучшается в жизни. Искусственные ели делают из пластика и металла. Их часто везут из Тайвани и Китая, тратя на транспортировку много топлива. К тому же такие елки сложно переработать. По статистике, одно пластиковое дерево окупит свой экологический след только через 20 лет. Если вы все же решитесь купить живую елку, то берите ту, что выращивают специально на продажу, чтобы не поддерживать запрещенную вырубку. Обычно просто я беру секатор, отрезаю веточку елки. Ветку, не дерево. Деревья я не порчу. Ветку елки, ветку можжевельника и веточку сосны. Их получается трое, а трое – это прекрасный букет. И вот с таким букетом я возвращаюсь из лесу. А что с украшениями? Лучше всего найти их на антресолях. Еще можно пройтись по комиссионным магазинам. Там бывают чудесные советские фигурки. Если душа просит новых украшений, можно устроить игрушка-обмен с друзьями. У них тоже наверняка где-то лежит большая коробка со стеклянными шариками. Наконец, можно набрать в лесу шишек и развесить их по дому. По всему миру в первые часы января люди возвращают подарки на сумму более 90 миллионов долларов. Представляете, сколько не нужно вещами дарить друг другу? Лучше всего дарить невещественные подарки – подписки на кинотеатры, курсы или разные сертификаты. А еще можно приготовить своими руками фирменное блюдо, либо купить что-нибудь съедобное. Не забывайте, что для подарка вам понадобится оберточная бумага. Не идите за ней в магазин, упакуйте презент в старый нотный лист, газету, страницу из телефонного справочника или модного журнала. Чаще всего я нахожу применение подарком, а дарю чаще всего какие-нибудь наборы. Какой-то такой хендмейд кулинарный сделать, потому что какими вкусами ни были, хендмейд в любом случае хороший. Несмотря на все усилия, у вас все равно могут остаться ненужные подарки или лишняя еда. Поэтому отдайте их кому-нибудь, сделайте приятной незнакомым людям или друзьям. Едой можно поделиться через фудшеринг, а вещи отдать или продать на специализированных сайтах. Анастасия Соловьева, Алексей Чукас, самое время. В музее Набокова при СПБГУ открылась выставка авторских кукол Александра Кукиновой «Другие берега». Как и одноименная автопиография писателя, она посвящена памяти. Как говорил сам Набоков, он хотел описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания и совпадения в судьбе. Тогда, напомним, он жил вдали от родины. Воспоминания о детстве и Рождестве здесь, в доме семьи Набоковых, словно проступают сквозь дымку далекого прошлого и встречаются со сказкой. Получается, что многие куклы одеты в костюмы разного времени. Причем она театральный художник, она досконально изучает этот костюм, и он воспроизводится именно так, как он делался раньше, только на кукле. И, соответственно, у нас здесь собирается сразу много времен в этом доме, под эту елку. Окунуться в новогоднюю атмосферу ушедшей эпохи зрители смогут до конца следующего месяца. 30 января на финисаже, так называют церемонию закрытия выставки, будет присутствовать сама Александра Кукинова, выпускница школы-студии МХАТ и театральный художник. А сейчас двери музея Набокова открыты для всех. Но будьте внимательны, для потешения экспозиции нужен QR-код. Что объединяет кошек, собак, тараканов, улиток, ежей и даже верблюдов? Это выставка домашних животных, которая прошла в экспо-форуме. На крупнейшем в России и Европе мероприятии посетители могли увидеть более 7 тысяч хвостатых, крылатых и ползучих представителей фауны. А еще здесь можно было сделать большое доброе дело и подарить новую жизнь бездомной кошке или собаке. Вероника Ашгебецова о братьях наших меньших. В минувшие выходные в экспо состоялся форум, посвященный домашним животным. Лекции, мастер-классы и выставки длились 3 дня, а главным местом мероприятия стал так называемый ринг. На нем соревновались представители конкретных собачьих пород. У каждого хозяина и питомца своя история и свои планы на будущее. Сказать по правде, мы просто обещали заводчику, что будем в определенных выставках участвовать. И начали участвовать. Но вообще в процессе воспитания щенка это оказалось очень таким большим поспорьем в плане социализации. Потому что мы живем за городом и собак вокруг нас ходит не очень много. А чтобы собака привыкла к другим собакам, скажем так, к другим людям, скоплениям людей, то выставки оказались очень хорошим поспорьем. Трибуны были заполнены зрителями, а рядом со сценой хозяева сосредоточенно готовились к своему выступлению. Чувствовалось волнение и напряжение. На каждом шагу стояли ларьки с лакомствами, диванами, игрушками и средствами по уходу за пушистиками. Помимо кошек и собак, которых мы уже привыкли видеть на подобных выставках, здесь появились также и экзотические животные. Так что теперь на новогоднем форуме есть питомцы на любой вкус. Здесь можно было встретить ежей, улиток, тараканов и даже верблюда. Такие необычные животные вызвали восторг и у детей, и у взрослых. Заводчики экзотических зверей утверждают, что их появление на форуме не случайно. Людям давно пора понять, что такие домашние питомцы совсем не опасны, и у каждого из них есть своя изюминка. Все животные красивы. Если пройти этот барьер, фу, мерзко, ужасно. Многие же люди спрашивают, а вам не мерзко? Или вы не боитесь? Вы нормальные? Как можно с такими животными общаться? Когда ты проходишь этот барьер, ты начинаешь видеть красоту в таких животных. Однако насекомые стали не единственной фишкой мероприятия. Впервые на выставке появились и бездомные животные. Их можно было забрать домой или пожертвовать деньги приюту. Так что новогодний форум снова собрал сотни людей, которых объединяет такое важное и искреннее чувство, как любовь к братьям нашим меньшим. Ажгибецова Вероника, Алексей Чубка. Самое время. До Нового года остаются считанные дни, а значит, праздник к нам приходит. Петербург сияет огнями, радует жителей невероятными инсталляциями и дарит ощущение сказочной феерии. Напомним, 2022 год пройдет под эгидой юбилея Петра Первого, поэтому в праздничном обранстве сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля Петровского периода. По всему городу установили почти 4000 элементов праздничного оформления. Главной точкой притяжения, как всегда, станет Дворцовая площадь, где уже красуется живая ель. Для украшения 90-летнего дерева высотой 35 метров выбрали ретро-стиль. 300 метров серпантина и 5000 метров сверкающих гирлянд. А еще шары, домики, конфеты и, конечно же, главный художественный символ приближающегося праздника – щелкунчик. А венчает пушистую красавицу на Дворцовой яркая пятиконечная звезда. Ощущение праздника уже с нами, а значит, совсем скоро мы отметим самый главный день в году. Пусть все будет у вас хорошо, а мы будем радовать вас позитивными новостями уже в 2022-м. Следите за важными событиями на наших информационных ресурсах. Не забудьте подписаться на канал «Мост» и поставить лайк. Это были Полина Хохлова и Алика Гасимова. Мы работаем для вас. С наступающим праздником! И до новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин